11 декабря в Кубинге прошел день бесплатной юридической помощи. Выездной прием провели представителю полномоченного по правам человека в Московской области в городском округе, члены общественной палаты муниципалитета и адвокат Одинцовского филиала областной коллегии адвокатов. С какими вопросами обращались жители? Об этом и не только. Мы сегодня и поговорим. Здравствуйте. В эфире ОТВ программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии Елена Пешехонова, адвокат, председатель комиссии по общественному контролю, открытости власти и противодействию коррупции общественной палаты округа. Елена, добрый день. Здравствуйте. Добрый день, Евгения. Здравствуйте. Елена, можно, наверное, уже подвести итоги выездного дня бесплатной юридической помощи? С какими вопросами обращались жители и сколько человек пришло на прием? В общем количестве на прием пришло 5 человек, которые действительно нуждались в правовой консультации адвоката, юриста. В том числе хотелось бы выразить благодарность уполномоченным по правам человека, что присоединился к нашему дню бесплатной юридической помощи в округе. Ее помощь тоже оказалась незаменима. Вопросы касались, как обычно, в принципе, бытовые вопросы были. Это касательно сферы ЖКХ, то, что завышенное начисление тарифов. Все-таки такое у нас тоже случается с управляющей компанией. Граждане собираются подавать в суд. Ну, в основном это как бы связано с показаниями приборов учета и всем остальным как бы учетом и начислениями в единый платежный документ. Что еще хотелось бы отметить? Был вопрос по судебному приказу, уже вынесенному как бы решению мирового судьи. Как дальше действовать? Потому что оно, в принципе, принудительном порядке приставами исполнительными уже было исполнено. Ну, там немножко разъяснили, что делать дальше, как взыскать, взысканную в полном объеме задолженность с гражданина в порядке регресса с других проживающих в этой квартире. Те, кто тоже должники, у которых нет денег на карточке. Как это взыскать за спрос или дарной ответственности? Также вопрос у нас еще касался о расторжении договора дарения имущества между родственниками. Сложный, наверное, вопрос. Ну, там уже прошло много времени, к сожалению, как бы, в принципе, судебный порядок там сохраняется, но как бы шансов мы разъяснили, что, в принципе, какую-то нужно позицию вырабатывать, собирать дополнительную информацию. Но люди сейчас становятся более грамотными, хочется отметить это, потому что читают законы, понимают, что, к сожалению, никто тебе не поможет, кроме тебя, нужно владеть тоже информацией. И мы рады, что на таких днях мы тоже это осознаем и проводим такой немного юридический ликбез. Это все-таки имеет место быть, потому что есть мошенники во всех сферах, в том числе и в юридических услугах. Это тоже не новость, и мы тоже стараемся разъяснять, что если вы хотите консультацию, если хотите представительства, в защиту, представление ваших интересов, в том числе и в суде, то, конечно, обращаться лучше к квалифицированным специалистам этого, адвокаты, и приходить к ним, и все-таки они несут ответственность за свою деятельность. Также то, что касается сделок с имуществом, тоже хотелось бы отметить, что все-таки всегда разъясняем, рекомендуем обращаться к профессиональным участникам этого рынка, это нотариусы, потому что риэлторы, посредники, юристы по доверенности, это все очень порой чревато тем, что вы расстанетесь с деньгами, расстанетесь с имуществом, и правовые последствия, к сожалению, тоже никто обратно не вернет. И здесь, наверное, очень важно не вестись на предложение сомнительных контор о бесплатных юридических консультациях, а обращаться вот к профессионалам, да, таким, как вы. Может быть, эти дни проходят не так часто, но зато это действительно проверенные опытные люди, профессионалы своего дела. Да, я соглашусь, Евгения, с этим, потому что все-таки хотелось бы отметить, что открытая информация, есть сайты, есть практически в каждом городском округе Подмосковья, есть филиал адвокатской палаты, есть адвокатские кабинеты, есть также и нотариусы, поэтому обратиться, найти их несложно. Делая выбор все-таки между квалифицированным юристом, адвокатом, и мы порой не всегда знаем, потому что у нас два случая таких было, мы уже о них говорили здесь тоже в программе, встречали с вами ранее, что договора составлены абсолютно как бы юридически грамотно, ответственность у этих юрлиц, правовая помощь, защита интересов и всего прочего звучит красиво, но ответственности никакой. А суммы звучат за такие услуги, ну, очень приличные, очень приличные. И порой всего это доверчивые граждане наши, это и пенсионеры с накоплениями, поэтому, конечно, очень обидно, что они становятся участниками такого рынка, и при этом, при всем, услугами таким подрывается и наш статус адвокатуры, что все-таки тень бросает и на нас, поэтому мы с радостью разъясняем, что ищите адвоката, ищите нотариуса, обращайтесь к нему, потому что здесь всегда еще присутствует и адвокатская тайна, и тайна нотариального действия, поэтому не попадайтесь на уловки и в этой сфере мошенников. Но тем более, что жителям Одинцовского округа повезло, вот такие дни бесплатной юридической помощи проходят в нашем муниципалитете регулярно. В этом году сколько провели? В этом году, начиная с января, у нас прошло 6 таких дней юридической помощи, они затронули, в принципе, практически весь округ Одинцовский, значит, два прошло на Кубинке, были в Звенигороде, были в Голицыно, в городке 17, и были в Требурке. Ну и, соответственно, в Одинцово тоже, в волейбольном центре, тоже проходил такой день бесплатной юридической помощи. То есть, в принципе, даже зачастую ездить никуда не надо, рядом с домом можно прийти и проконсультироваться. Те, кто нуждаются в этом, действительно, потому что консультация порой тоже настоит денег, но, в принципе, можно найти какое-то решение, придя к нам на консультацию. Мы всегда рады, открыты. Сейчас, я говорю, что хотим по максимуму привлечь к участию как будто уполномоченным по правам человека, представителя в Одинцовском городском округе, и, может быть, соответственно, от сезона сбора налогов, тоже как у налогового инспектора. Очень много вопросов по льготам, социальному обеспечению, как бы, такому вот, имеют место быть, потому что и в ЖКХ эта сфера, кто освобождается, кто не освобождается, куда обращаться. Поэтому социальный работник, соцзащиты, мы тоже будем стараться, чтобы они к нам пошли навстречу и поучаствовали в таких днях бесплатной юридической помощи. Вот эти вопросы, с которыми обращаются граждане, они чаще всего могут решиться за одну такую консультацию или требуется помощь и в дальнейшем? Ну, в основном, как бы, мы стараемся разъяснить, в основном, как бы, в порядке устной консультации. Как дальше действовать. Да, в такой день, как бы, мы именно хотим проложить такую дорожную карту, как действовать, что действует, какие решения могут быть приняты, как этот вопрос разрешать, как бы, требует ли он, возможно ли это судебный меропорядок в защите своих прав, если они уже нарушены, либо нужно начинать хотя бы с обращения с писем, потому что часто люди у нас доверчиво обращаются в различные наши госорганы, структуры и в полицию, вот, по телефону позвонили. Звонили и спросили. Да, спросили, им сказали, ой, вы знаете, тут у вас ничего, какие доказательства у вас нету, это прямо еще вас за клевету потом привлекут, и они, как бы, вроде как, ничего не сдают, в дежурную часть не идут, заявления письменно не пишут, и вроде потом говорят, а вот, а мы же обращались, нет. Всех призываем всегда вести диалог со всеми, с кем вам необходимо, как говорится, сделать запросы, письма, заявления, жалобы, все только в письменном порядке. Сдаете, получаете отметочку на документе, входящий номер, и дальше вы ожидаете ответа. 30 дней там в основном, как бы, да, порядок ответа. Получили ответ, не получили, дальше вы вправе действовать уже с законами Российской Федерации, обращаться, либо обжаловать, если есть решение, которое вас не устраивает, как вам кажется, что оно незаконно, необоснованное, а в дальнейшем уже тогда и идти в суд с защитой своих прав. Поэтому, как в принципе, в этом объеме консультаций достаточно, чтобы для себя, как бы, гражданин принял решение, возможно ли то, что он будет сам свои интересы представлять, либо он обратится в дальнейшем за помощью профессиональному юристу, адвокату. А вот за рамками этих дней бесплатной юридической помощи оказываете какие-то консультации к тем, кто к вам обратился? Ну, в принципе, как бы, если кто-то звонит в дальнейшем, приходит в нашу консультацию в Одинцовский филиал Московской областной коллегии, то, конечно, мы все время как бы стараемся подсказать, по максимуму стараемся подсказать. Таких, что прям делу, как бы, вот, там, нерешаемых такого не было. Следующий день бесплатной юридической помощи, я так понимаю, будет уже в следующем году? Да, обязательно. В следующем году мы продолжим эту прекрасную такую традицию сложившуюся. Мне очень приятно, что члены комиссии по общественному контролю, открытийности власти и противодействию коррупции активно принимают участие председатель общественной палаты Марьяна Костолинская поддерживает нас, в принципе, и участники, члены других комиссий, это ЖКХ, и здравоохранение всегда стараются тоже участвовать, потому что есть вопросы, помимо, как бы, самого дня юридической бесплатной помощи, мы проводим еще и прием граждан параллельно, потому что есть обращение в общественную палату, где-то вот на Кубинке есть свои проблемы, есть свои задачи, которые тоже порой не решаются, и как бы озвучиваются, и, в принципе, берутся на карандаш тоже председателям общественной палаты. По профилю дальше стараемся объединиться и тоже как-то поучаствовать. Также спасибо, хотим сказать, выразить, что и администрация Одинцовского городского округа нас тоже поддерживает, не было, никогда не сталкивалось с тем, чтобы вот были закрыты двери, там не слышали, тоже стараются участвовать, помочь, разобраться. Ну, конец года, так или иначе, время подводить итоги. Вот с какими итогами к Новому году подошла комиссия по общественному контролю, открытости власти, противодействию коррупции общественной палаты округа? Ну, итоги мы считаем, что наша деятельность очень хорошо освещается вашим телеканалом. Мы стараемся. Что, как бы, мы тоже стали ближе к людям, нас видно, мы слышим людей, потому что и ваши репортажи тоже дают иногда сигнал, где-то, значит, нужно действовать, где-то, может быть, не дожидаться, когда дозвонятся до общественной палаты, а нужно уже выдвигаться вперед, тоже присоединиться к вам. Вот поэтому, в принципе, итоги года, мне кажется, что наша комиссия отработала очень хорошо, сделано очень много, вот в последний день, вот 9 декабря у нас прошел круглый стол, тоже был инициирован общественной палатой, нашей комиссии, мы собрали практически всех представителей полиции, прокуратуры, налоговой инспекции, с администрацией был сектор противодействия коррупции, представителей общественных объединений, поэтому, как бы, такая встреча... Чему был посвящен круглый стол? Именно международному мюнему противодействия коррупции мы, в принципе, поделились с коллегами друг с другом опытом того, что было сделано в профилактических мерах, а также у нас при администрации создана рабочая группа по противодействию коррупции, которая утверждена главой Одинцовского городского округа, поэтому, в принципе, отчитались о таких мероприятиях, как мы вот ездили в составе в лагеря, два раза выезжали, вот в лагерь героев в Патриоте состоялась такая хорошая именно встреча именно по коррупции, такому государственному устрою. В подрастающем поколении. Да, было очень много вопросов. Дети, подростки, я бы уже сказала бы, они так, ну... Они владеют, они владеют вообще и экономикой, и тем, что происходит в стране, и за ее пределами. В повестке, как говорится. Да, в повестке полной, вот иногда даже вопросы могут так, не с первого, так прям сказать, лету ответишь, потому что... Умеются. Каверзные, каверзные вопросы, да, каверзные. Своё просят высказать отношения, как бы тоже провокационные порой вопросы бывают у них. Вот, и также в школе были, коллеги наши тоже выезжали в Барбихинскую школу, тоже провели замечательную лекцию по противодействию коррупции. Ну, наметили планы, что будем работать в этом направлении, продолжать проводить такие открытые уроки. Лена, расскажите про ваших коллег по комиссии, сколько человек входит, кто они? В нашей комиссии три человека. Это юристы у нас все собрались, подобрались. Офессионал. Да, это Смагин Никита Сергеевич и Кистанов Сергей Алексеевич. Им очень я благодарна за работу в составе комиссии. Мы всегда друг друга поддерживаем, проводим, у нас прошло четыре заседания комиссии в этом году, квартально, также с обращениями граждан, два обращения рассмотрели письменных. В принципе, коллеги тоже участвуют очень активно, мы участвуем в акции, донорской акции крови в Одинцовском отделении переливания крови. Тоже хочется сказать, тоже, может быть, попросить, вот, пользуясь случаем, да, все-таки тяжело у нас с тем, чтобы привлечь наших жителей, в том числе Одинцовского округа, к этой акции. Пытаемся писать письма от общественной палаты, от нашей комиссии, чтобы как-то, ну, вместе, как-то, вместе веселее, да, там, это, соответственно, такое мероприятие, как бы сначала кажется, что вроде бы там кровь сдавать все дела, но, в принципе, оно, в общем-то, оно позитивное. Такое даже настроение улучшает. Ничего сложного. Да, ничего сложного, быстро все, да, там прекрасно работают специалисты, заведующий отделением, вот, поэтому хотелось бы, конечно, вот, какое-то вот участие тоже, именно освещение этого вопроса, приглашение, потому что, вот, чтобы наши юрлица откликнулись, отпускали сотрудников на эти мероприятия, конечно. Еще лучше корпоративные дни донора проводили. Да, мы вот пишем такие писем, к сожалению, вот, единственный раз к нам откликнулся это Мособлгаз, тоже им спасибо большое, но что-то больше, вот, пока не получается за них достучаться. Очень хотелось бы. Созрительно, верно, нужно для этого. Ну, вот, хотели бы, чтобы вот услышали нас и присоединились, нашли нас, позвонили нам, мы всегда открыты, готовы организовать, готовы договориться с заведующим отделением приливания крови Одинцовским о конкретном дне, чтобы только были они, там, к примеру, 15, 10, 20 человек, если могут прийти, то выделят определенное время, там, с 8 часов, как удобно, с 9, все быстренько всех обслужат, кровь возьмут. И людям помогут, тем более в празднике это очень актуально. Да, да, сейчас и ковидные, это история, это тоже дети очень нуждаются, есть дефицит определенной группы крови, мы тоже иногда получаем сообщение с Одинцовским переливанием крови, конкретный запрос, к примеру, что вот конкретному человеку, гражданину, да, кто есть в картотеке у них, что как бы требуется, там, вторая положительная, вот дважды уже такой вот запрос поступал к нашему коллеге, Смагину Никите Сергеевичу, он откликался, но, к сожалению, непростые условия с ковидом и с вакцинацией, когда ты тоже, в принципе, ну, не всегда можешь сейчас дать почти два месяца постковидная история, как бы, отвод, поэтому тоже нужно это иметь в виду, ну, и первые возможности всех ждем. Станции переливания крови. Елена, какие планы на 22-й год уже пора строить? Уже скоро. Строить, да, хочется. Я думаю, что мы, конечно, их прямо обсудим на первом нашем заседании комиссии в январе, скорее всего, вот, и думаем, что по плану мы обязательно продолжим работу с днями бесплатной юридической помощи. Также вот я рассказала про общественный мониторинг тоже. Пытаемся сейчас как-то именно в пробовом поле понять, как это лучше проводить, потому что в этом году мы проводили общественный мониторинг горячего питания в начальных классах, это президентская программа, столкнулись с тем, что, в принципе, в наших школах не все так плохо, но, с другой стороны, как бы, могло быть лучше. Детки не все это едят, то, что, вот, честно говорить, да, что заявлено в меню. Вот, говорят о том, что они привереды, это как бы тоже, наверное, слишком чересчур, вот, потому что, к сожалению, мы столкнулись с тем, что все, что приготовлено, все, что накрыто для первого по третий класс, в большинстве средства в своем остается на столах. Вот, программа замечательная, а в результате как-то вот что-то все-таки, да, чего-то здесь не хватает. Вот, хотели бы, конечно, закончить этот вопрос тоже как-то его, вот, может быть, поднять сначала на региональный уровень, как-то вынести какие-то вопросы, которые действительно, ну, имеют место быть для разрешения, может быть, на практике, а потом уже, наверное, тоже тяжело в программу в это внести какие-либо изменения, потому что и директора школы пишут, но они беспомощны в том плане, что... Это система. Да, в систему невозможно вот это взять и закинуть свой запрос, который рассмотрится и будут изменения. Вот, общественный мониторинг, конечно, продолжится в этом году, вот, общественный мониторинг был мест отдыха водоемов тоже, мы к вам приходили с гражданской обороной, со спасателями, тоже это очень интересное мероприятие, я думаю, что мы его обязательно повторим в начале, как раз после весны, в начале сезона, в начале лета, ну и будем тоже смотреть по запросам общества, если будет обращение граждан, обратить внимание туда, сюда, то будем выезжать или организовывать такие мероприятия. Плюс, я думаю, что сейчас с этого года такая тоже интересная у меня появилась возможность, я член общественной палаты Московской области, надеюсь, что опыт, который буду черпать оттуда, все-таки смогу и привнести в наш Одинцовский городской округ, поэтому большие надежды, большие планы, пока не будем раскрывать все секреты. Ну, я уверена, что, Елена, планы обязательно будут реализованы, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию. Спасибо за приглашение. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами, до новых встреч на ОТВ.